ПЕСНЯ Идея создать музей ретроспективы зародилась несколько месяцев назад. Тогда среди сотрудников, постояльцев и спонсоров дома-интерната бросили клич. Приносить старые вещи 19-го, 20-го веков. В итоге собралась довольно богатая коллекция культурных и бытовых артефактов. Чтобы пожилые люди помнили о том, что было раньше, вспоминали о своей молодости, о прекрасных временах. И дальше поколение также об этом знало, что, как было, какие вещи были. Потому что сейчас все меняется. Стены украшают яркие киноафиши. Если для молодежи это не более чем музейный экспонат, то здешние постояльцы могли ходить на эти фильмы с друзьями в кинотеатры. Из редкости здесь телефон, которым пользовались военные в начале прошлого века. На одном из стендов представлены советские открытки. Яркие рисунки на них в свое время стали символом ушедшей эпохи. Вообще музей нужен для чего? Для пожилых людей очень важен такой момент, как воспоминания. И не просто воспоминания, но возможность ими поделиться. Воспоминания, эмоции, полученные в музее, помноженные на доброту и заботу со стороны персонала и друг друга отношения, это, конечно же, позитивный настрой любого пожилого человека. Каждый визит гостей – большая радость для жильцов интерната. Людмила Иванова с радостью рассказала нам об экспонатах, некоторые из которых были почти в каждой советской квартире. Вместе с приятельницами они порой заглядывают в музей, чтобы вспомнить былые годы. Ну, здесь очень интересные экспонаты, очень интересные. Я не могу выделить, как будто сказать, что вот это вот лучшее лето. Очень все стараются, все хорошо делают и украшают, это, как говорится, делают достояние нашего музея. Теперь в лесном есть музеи, экспонаты. А вот экскурсоводов, которые бы знали историю каждой вещи, нет. В планах администрации – организовать курсы музейных гидов для пожилых людей, чтобы молодежь, приезжающая сюда, могла погрузиться в аутентичную атмосферу советского быта. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.